Альпритча, США, сможет ли Европа когда-нибудь избавиться от зависимости от российских энергоресурсов? Веню Аню, Альпритча, США 26 августа 2019 года Большая часть нынешних дискуссий по поводу экономической независимости Европы вращается вокруг ее все более напряженных отношений с администрацией Трампа в таких вопросах внешней политики, как торговля Иран Однако сосредоточенность на этих проблемах оттеснила на второй план еще одну очень важную перемену Значительная доля энергетической промышленности Европы, основа европейского единого рынка, постепенно переходит в руки русских и китайцев Несмотря на угрозу американских санкций и повсеместное противодействие, в том числе внутри европейского блока, строительство северного потока 2. Газопровода компании «Газпром» стоимостью в 11 миллиардов долларов, который позволит доставлять природный газ из России в Германию по дну Балтийского моря, приближается к завершению Между тем Китай активно борется за энергетические призы по всему Евросоюзу К примеру, китайская государственная энергетическая компания «Ченатрей Гаргес», которая уже является крупнейшим акционером холдинга «Энергия Азди Португал», сообщила о готовности выкупить все непринадлежащее ей акции этого холдинга за 10,8 миллиардов долларов Резкий рост объема инвестиций Москвы и Пекина практически во всю сферу энергетической промышленности Европы От горючих ископаемых и возобновляемых источников энергии до производства электроэнергии и инфраструктуры, вызвал критику как из-за рубежа, так и внутри Евросоюза Больше всего тревог связано с единством Евросоюза и проблемой нечестной конкуренции Если не решать эти проблемы, их геополитические и коммерческие последствия станут клином в отношениях между США и Европой и спровоцируют серьезные разногласия внутри единого европейского рынка Может ли Европа довериться российскому газу? Давние геополитические конфликты и риторика эпохи Холодной войны стали причиной тревог, возникающих в связи с российскими инвестициями в европейский энергетический сектор В мае министр энергетики США Рик Пере, Рич Кпере, предложил принять закон, предполагающий введение санкций против компаний, в том числе европейских, которые принимают участие в реализации проекта «Северный поток-2», объяснив это необходимостью остановить строительство этого газопровода Хотя «Газпром» получил разрешение от России, Финляндии, Швеции и Германии, он столкнулся с сопротивлением со стороны Дании, которая пока не дала своего разрешения на строительство участка газопровода на ее территории Кроме того, против этого проекта активно протестуют многие страны Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и страны Балтии, не говоря уже об Украине Пекин, доля в каждом деле в отличие от точечного подхода России и китайские инвестиции в европейский энергетический сектор более масштабные и многообразные, от горючих ископаемых до возобновляемых источников энергии по всему континенту Страны Центральной и Восточной Европы стали популярными направлениями в рамках формата 16 плюс 1, формата сотрудничества 11 стран, членов Евросоюза и 5 балканских государств с Китаем В рамках китайской инициативы один пояс, один путь Лидеры Евросоюза испытывают все больше тревоги в связи с работой платформы 16 плюс 1, которая позволяет Китаю заключать двусторонние сделки о финансировании со странами, участницами формата Брюссель боится, что это будет подрывать целостность Евросоюза, заставляя его членов обходить требования и законы этого блока Некоторые участники формата 16 плюс 1 недовольны тем, как китайцы ведут бизнес В некоторых политических кругах Брюсселя в Китае видят партнера, который может ослабить либеральные основы Европы Заверения, слишком мало и слишком поздно разумеется, российские и китайские заинтересованные круги отвергают эту критику и настаивают на том, что их инвестиции принесут выгоду всем сторонам Единственный акционер северного потока, два Газпром пользуются финансовой поддержкой пяти западноевропейских компаний Австрийский АМФ, англо-голландский Шелл, французской Янгии и немецкой компанией Унипер и Уинтершелл Кроме того, Газпром заключил контракты на выполнение отдельных видов работ с итальянской компанией Сайпьем и швейцарской Алсас Между тем Пекин продолжает настаивать на том, что он решительно поддерживает идеи интеграции единства Евросоюза Во время 21-го саммита Евросоюза и Китая, который прошел в апреле 2019 года, китайский премьер Ли Кэцин, Ли Кикэнг, вновь сделал акцент на необходимости всестороннего стратегического партнерства между Пекином и этим блоком Однако таких односторонних заверений недостаточно для того, чтобы заглушить страхи европейцев, которые объясняются историей их стран, а также культурными и политическими различиями Хотя китайские инвестиции в европейский энергетический сектор поступают со стороны главным образом частных компаний Эта финансовая поддержка все же является отражением четкой политической стратегии, направленной на укрепление внутренней энергетической безопасности Китая, а также на усиление международных позиций китайских корпораций Между тем российская государственная компания «Газпром» ведет бесчисленное количество споров с украинским правительством по поводу поставок природного газа К примеру, в 2009 году она приостановила поставки газа в Европу, чтобы помешать Украине забирать газ из газопроводов, пролегающих через ее территорию, и прекратила поставки в Польшу, Бенгрию и Словакию через Северный поток Один, чтобы те не поставляли газ Украине В конце концов, в случае с такими странами, как Россия и Китай, невозможно разделить экономическую и политическую мотивацию и с уверенностью утверждать, что за их финансовыми инвестициями не стоят политические цели Успех в решении тех проблем, которые стоят перед Евросоюзом, основан на способности стран, членов этого блока поддерживать единство и сплоченность, чтобы уменьшать агрессивное влияние России и Китая, а также вести полноценные, осмысленные дискуссии, выходящие за рамки чрезмерных упрощений Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ